Дети с аутизмом Точно так же хотят дружить, общаться, посещать музеи, цирки, дни рождения Точно так же подрастая, они хотят быть частью сообщества Найти свое место в этом мире и работать Но они в силу как раз особенностей Обладают определенной социальной слепотой Которая не позволяет им легко считывать социальный контекст И учиться социальным навыкам, типичным для нас всем способом Нужны специальные условия обучения Каждый год в России, как и во всем мире Неуклонно растет число людей с диагнозом аутизм За последние несколько лет в нашей стране Количество выявленных случаев увеличилось в два раза Тем не менее, по мнению большинства экспертов Педиатры в России не умеют вовремя распознавать такие расстройства Поэтому статистика в нашей стране может быть занижена в 10 раз Насколько российское общество готово принимать таких людей И чем государство им помогает Как подобное расстройство осложняет жизнь семье Все это мы обсудим сегодня в ток-шоу «Правда» Меня зовут Варвара Макаревич и сегодня со мной в студии Анна Портнова – детский психиатр По ее информации, дети с прививками болеют аутизмом реже, чем непривитые Анна Битова – логопед Считает, что в Москве и регионах ситуация разная Есть места, где получить помощь очень сложно Артур Хаустов – дефектолог Его мнение – в России необходимо развивать систему раннего выявления И помощи детям с расстройствами аутистического спектра Елена Богородникова – мама ребенка с аутизмом Убеждена – информации об аутизме катастрофически не хватает Артур, давайте для начала определимся Сколько людей в России по официальным данным Живет с диагнозом аутизм И насколько официальные данные расходятся с реальными цифрами Если такое расхождение действительно есть Действительно есть официальные цифры на данный момент По поводу того, сколько детей с расстройствами аутистического спектра И в России, и зарегистрирована система здравоохранения И в системе образования Но вот на данный момент Те последние цифры, которые мы получили в ходе мониторинга Совместно с Министерством просвещения Это 32 тысячи детей с расстройствами аутистического спектра В системе образования И, конечно, мы понимаем, что эта цифра Во-первых, она действительно стремительно растет И вот с 2017 года она действительно выросла в два раза Потому что таких ребят было официально выявлено 16 тысяч детей Но вместе с тем мы также понимаем, что их в ближайшие годы, конечно, будет еще больше Вот та тенденция, которую мы сейчас видим Тенденция, ну я бы сказал, такой почти арифметической прогрессии Да, растущее число детей в системе образования Я думаю, что следует ожидать в ближайшем году И в последующих годах все больше и больше увеличения таких детей Анна, а с чем это связано? Потому что я видела, что уже это называют эпидемией 21 века И Артур сейчас говорит о том, что рост точно будет Потому что мы диагностируем лучше И поэтому растут цифры Или потому что просто детей с таким диагнозом По какой-то причине становится в мире больше? Ну, здесь две точки зрения существуют Я склоняюсь к первой, то, что вы высказали, Варвара Это улучшается выявляемость таких детей По данным Всемирной организации здравоохранения, средние данные Где-то 1% населения должен страдать расстройством аутистического спектра Причем и детей, и взрослых Вот представьте, у нас 140 миллионов живет в стране То есть больше миллиона у нас людей должно быть с аутизмом Их нет Как сказал Артур Валерьевич, у нас 32 тысячи зарегистрированы Детей, да И чуть больше, по-моему, около 2000 взрослых Где все остальные люди? Они просто не выявлены Но вот эти цифры, они не только у нас в стране страдают Недостатком количества Но и есть некоторые страны, республики Где тоже детей с аутизмом очень мало И даже у нас в стране большие очень разночтения В больших городах больше выявляется Особенно в тех городах, где проводились программы ранней помощи Обучение педиатров, неврологов А есть регионы, где единицы детей выявляются И это, конечно, очень большая проблема Это проблема обучения специалистов Елена, а насколько сложная жизнь для семьи, для окружающих? Как вообще выглядит жизнь семьи? Если у ребенка, подростка, взрослого Такой диагноз аутизм Как выглядит эта жизнь? Ну вот, как сказали уже коллеги Мы начинаем испытывать сложности Прямо начиная с самого рождения Часто это какие-то затруднения в период беременности Где уже вообще-то могли бы подхватить соответствующие специалисты И сделать, по крайней мере, предложить семье Пройти потом какие-то скрининги Для того, чтобы понять, не находится ли ребенок в группе риска По развитию или аутизма, или других каких-то нарушений То есть есть какие-то тесты и анализы Которые могут каким-то образом это выявить на такой уже стадии? Ну, ребенок, который рождается после какой-то тяжелой беременности Беременности, протекавшей не так Он в группе риска в любом случае Это педиатры, я думаю, подтвердят И здесь врачи бы со мной согласились Это не группа риска по аутизму, сама по себе Это группа риска по развитию разных заболеваний И на этом этапе опять информирование врачей-педиатров Врачей-неанатологов Других врачей В том числе, в общем-то, наверное, врачей в женских консультациях О том, что нужно предупредить человека о том Что, возможно, какие-то последствия того Что рода и беременность протекали как-то не совсем благополучно Не для того, чтобы напугать А для того, чтобы дать возможность понять Куда можно обратиться за помощью Вооружить информацией Вооружить информацией, да И вот этой информации катастрофически не хватает всем И врачам, и родителям, естественно, тоже Потому что чаще всего Вот недавно мы с коллегами на конгрессе педиатров об этом говорили О том, что они, сами врачи, понятия не имеют Куда они дальше могут направить семью Что они могут предложить кроме медицинского маршрута И дальше, соответственно, у них отсутствует информация о системе ранней помощи Они себе не представляют, что это такое Да, собственно, она и находится у нас в стадии становления Они не знают, что творится в смежных областях В области социальной поддержки В области образования Это все очень для них сложные вещи Непонятные, откуда им это узнать Потому что какого-то массированного информирования специалистов не происходит И даже те, кто вроде бы по профилю должны бы знать обо всем Психиатры Ну, во-первых, пока ребенок, извините, попадет к психиатру Сколько времени будет потеряно И установит ли он диагноз, если касается аутизма Потому что диагностика все-таки представляет сложности Уже даже когда симптоматика некая налицо Психиатры не могут также дать информацию о том Куда дальше может ребенок пойти учиться Где он может получить какие-то социальные услуги Какая поддержка может быть оказана всей семье То есть фактически родителям приходится разбираться самим? Родителям приходится разбираться самим Помимо того, что это их решение То есть они всегда решают Лечиться, не лечиться, у кого лечиться, куда дальше обратиться Вот этот ноль информации Он не позволяет сделать этот обоснованный выбор И очень часто они просто в самом начале Оказываются без необходимой поддержки Хотя уже можно было бы начать работу с ребенком И пускается это драгоценное время начала развития Да, Анна, пожалуйста Я добавлю вот к этой теме Мы носимся с идеей Что должен быть принятый протокол сообщения диагноза Причем это должно быть и в женской консультации И в роддоме, и дальше в неонатальном центре И есть регионы в стране, которые уже приняли этот протокол сообщения диагноза И мы видим там очень хорошие результаты Как это выглядит? В чем идея? Ну, что врачи при выявлении Проблемы плода или у ребенка Должны определенные вещи сказать маме Во-первых, они не должны говорить Там субъективных своих оценок Как бедная мама, как тебе будет плохо потом жить Во-вторых, они должны маму сразу вооружать знаниями Куда она пойдет, если что И там прям прописаны шаги и отношения И этот протокол сообщения диагноза на данный момент по синдрому Дауна только Но мы хотим, чтобы он был по всем нозологиям По всем проблемам И он принят в 10 регионах страны И мы видим там очень хорошие результаты В чем они выражаются? Они выражаются в том, что если мы говорим о синдроме Дауна То раньше детей с синдромом Дауна За счет того, что давали информацию родителям очень тяжело То многие отказывались А сейчас мы видим области, где нет ни одного отказа за несколько лет Родители просто понимают, что делать дальше И не так боятся Да, они выходят на родительское сообщество Они видят, что есть детские сады, есть школы Я считаю, что для расстройства аутистического спектра Нам нужно то же самое Да и для всех остальных нозологий тоже Мы хотим поднять этот вопрос на федеральном уровне Но очень хотим, чтобы Москва тоже сделала какой-то шаг в этом направлении Артур, а как вообще государство сегодня помогает семьям Где растут дети с диагнозом аутизм? Что делается? На самом деле это очень хороший такой актуальный вопрос Дело в том, что государство в последнее время делает достаточно много Для того, чтобы система помощи детям с расстройством аутистического спектра Развивалась, ну я бы сказал, максимально интенсивно И это особенно хорошо чувствуется в системе образования В структуре которого работает наш федеральный ресурсный центр И безусловно, если говорить конкретно о шагах То мы сейчас видим, что самые разные мероприятия реализуются Например, при Министерстве просвещения есть буквально экспертный совет По вопросам образования детей с расстройствами аутистического спектра Это очень важный шаг, да? Ну смотрите, а что за этим стоит? То есть есть экспертный совет, в котором, очевидно, есть некие эксперты Каков результат работы? Вот что конкретно делается? Что важно сказать? Я просто хотел бы еще продолжить о том, что делается еще То есть экспертный совет, он в том числе решает вопросы, связанные с принятием каких-то документов С выявлением самых таких вот ответственных, актуальных зон Над чем нужно в большей степени работать Что нужно в большей степени прорабатывать И на самом деле экспертный совет, вот такой на высоком уровне, да? Совещательный орган, это очень важная такая вещь, да? Но с другой стороны, нужно понимать, что не только в этом выражаются усилия государства Они выражаются в том, что в системе образования, сейчас в системе здравоохранения Принимается ряд документов, это документы самого высокого уровня В том числе, например, это федеральный закон об образовании В который вошли в 2012 году дети с расстройствами аутистического спектра Смотрите, я все-таки пытаюсь понять Я нисколько не спорю, что экспертный совет это очень важно Да Но я пытаюсь понять, как это конкретно сказывается на жизни конкретного ребенка Вот был экспертный совет, вот он принял документ Как изменилась жизнь ребенка? На самом деле, напрямую, да, экспертный совет, понятно, решает вопросы достаточно глобальные Но вот, например, один из вопросов, который решался Это вопрос о том, как должны работать региональные ресурсные центры в регионах И тогда утверждался некоторый протокол, некоторый регламент действий Именно регионального ресурсного центра Который должен быть как центральная точка в регионе, координирующая эти усилия И тогда экспертный совет принимал решение, вносил поправки, дорабатывал этот самый документ И в итоге этот документ является сейчас рабочим документом Мы имеем в настоящий момент более 50-53 региональных ресурсных центра Которые занимаются именно проблемами аутизма в самых разных регионах Ну, важно сказать, что не все из них еще имеют достаточно накопленный опыт работы Не все из них мастера, не все из них идеально сопровождают семьи Но, тем не менее, вот как один из фрагментов работы нашего экспертного совета Это как раз такой фрагмент работы, который позволяет отстраивать системную помощь И создавать ее важные структурные элементы Елена, то, о чем говорит Артур Действительно эти регламенты, документы приводят к каким-то качественным изменениям? К качественным изменениям приводят и регламенты, и то, как они применяются То есть право применения всех этих бумажек в реальной жизни Но есть еще такая область, как взаимодействие государства и НКО Которая позволяет, соответственно, решать те проблемы, которые государство решит Пока не в состоянии собственными силами Например? Ну, надо сказать, что во всех областях, которые... Вот какую ни возьми, ранняя помощь Да, школьное образование, там образование школьное Тем более, все, что происходит после 18 лет Там вообще только НКО практически работает То есть помощи государства там нет Вот Артур Валерьевич мне не даст соврать Я видела график распределения в этой самой системе образования Детей с расстройствами аутистического спектра От нуля до 18 лет И, по-моему, там какой-то период чуть старше Это шляпа Распределение Гаусса, так называемое То есть ноль, когда мы видим их на начальных этапах Вот они пошли в школу, потому что это обязательное образование Их все увидели И они снова исчезли Но это все, что надо знать о том, как государство нас сейчас видит и поддерживает Поддержка семьи Это опять очень важная история Но совершенно государству, к сожалению, недоступное в силу того, что Этими регламентами оно, с одной стороны, что-то регламентирует и заставляет развиваться С другой стороны, само себя ограничивает Потому что у нас получается, что ребенок или вообще человек Он так бы разобран на отдельной части Вот здесь вот к пуговицам претензий есть? Нет Вот, поэтому, когда у нас к пуговицам нет претензий И тебя отправляют в другое ведомство Там смотрят только свою часть И тебе, значит, там что-то урежут Ну, в общем, выкройка получается какая-то совершенно нелепая Поэтому НКО, они краят по потребностям ребенка и семьи свою помощь Поэтому она эффективна И вот эта вот поддержка государства Она позволяет закрывать некоторые дыры и прорехи Которые у нас есть в организации помощи На всех ее этапах А что касается медицинской помощи? Потому что пока звучало больше про образование А что с медицинской поддержкой? С медицинской поддержкой Ну, вот мы все прилагаем к этому большие усилия Взаимодействия с врачами Этот процесс, мне кажется, также двигают некоммерческие организации Прежде всего родительские Потому что они в первую очередь испытали все на себе этот путь нелегкий Своему ребенку собственному в свое время диагноз поставила я с помощью гугла И потом уже с готовым пришла к психиатру И это была нормальная практика А если кто-то гугла, так сказать, под рукой не имел А сколько лет назад это было? Ну, вот ему сейчас исполнилось в феврале 16 Сейчас больше вероятность, что диагноз поставит все-таки врач, а не мама с гуглом? Смотря о каком регионе мы говорим В Москве с высокой долей вероятности он получит свой диагноз Или получит какой-то смежный диагноз, что уже, в общем-то, неплохо, но и не очень хорошо По ряду причин как раз образовательного характера А в регионах очень по-разному Я хочу напомнить случай в Алтайском крае Призошел, когда из Барнаула группа родителей с детьми поехала в Новосибирск Потому что в Барнауле им отказались ставить диагноз То, значит, отказались ставить диагноз А мы не видим здесь аутизма, у вас, собственно, отсталость, а не аутизм Санкт-Петербург во весь рост шьет детям шизофрению всем подряд То есть у них аутизм получить, это битва Поэтому, к сожалению, у нас в системе здравоохранения есть свои проблемы У нас в медицине, в особенности в психиатрии У нас преимущественно право традиции И преобладание традиции, авторитетов над принципами доказательной медицины И вот в прошлом году, мы считаем, такой достаточно большой прорыв произошел Минздрав утвердил клинические рекомендации Которые были написаны в соответствии к современным требованиям по диагностике и лечению И в написании этих клинических рекомендаций принимали и родители тоже Как пользователи услуг медицинских И поэтому все-таки мы сейчас вооружили врачей современными подходами И они уже как бы не могут отказаться С 2022 года они обязаны будут лечить и диагностировать в соответствии с этими клиническими рекомендациями О том, как людей с аутизмом воспринимает окружающий мир, мы поговорим далее И, кстати, если вы смотрите нас на YouTube, не забывайте ставить лайки Чтобы как можно больше людей увидело нашу программу Оставайтесь с нами Анна, откуда берется аутизм? Я пока готовилась к программе, я видела какое-то огромное количество статей Которые развинчивают разные мифы, которые, к сожалению, существуют Откуда он берется? Дети рождаются с ним, дети его приобретают Какой вообще вопрос сложный Я бы сказала, неоднозначный И тут я помню, что когда я начинала свою карьеру, это было много лет назад У нас в институте учили, что аутизм, ну, это вообще эндогенное заболевание И, по большому счету, вот оно как-то сам зарождается и непонятно как происходит Становится шизофрением Да, а потом еще переходит в шизофрении Сейчас, ну, как мы видим из исследований, все-таки видно, что есть генетическая природа Но на сегодня не выделен ген аутизма Хотя есть какие-то предикторы, которые мы выявляем Наверное, лучше доктор про это расскажет Вот, мы не можем сказать, что если там, не знаю, у мамы аутизм У ребенка тоже будет аутизм Это совершенно не так Бывает совершенно наоборот Может, ни у кого в родне не быть и так далее Но и очень много мутаций, которые приводят к аутистическому спектру Один из главных мифов, мне кажется, самый такой долго живущий Это про вакцинацию Сделал прививку и моментально в зоне риска Дело в том, что ведь еще есть такая вещь, как вопрос того, есть у человека аутизм Будет он или нет, он, видимо, один А есть еще вопрос, как это начнется Потому что у некоторых оно начинается прямо видно с самого раннего возраста Мы даже иногда видим у грудного ребенка, что уже нет взгляда в глаза, они формируются Вот в раннем возрасте уже нет ответной улыбки и так далее Это уже нас ставит вопрос, а что мы видим И сразу как бы, да, а есть ведь ситуации, когда человек растет, растет и вообще без особенностей Потом в какой-то определенный день, бах, и мы имеем И вопрос вот именно триггера вот этого состояния, он очень разный, да Ну, действительно, вокруг этого много легенд Но, наверное, тут лучше медицине отдать слово Ну да, это видимость тех мифов, который уже был развенчан учеными Уже были проведены огромные масштабные эпидемиологические исследования Которые показали, что дети с прививками болеют аутизмом реже, чем дети без прививок Но Анна Львовна совершенно верно сказала Вот в определенном возрасте, где-то около трех лет Это совпадает часто с началом прививок Любой внешний какой-то провоцирующий фактор может запустить процесс А почему именно возраст трех лет? Потому что дело в том, что это связано с формированием нервной системы Идет активное разрастание связей нейрональных И где-то в три года начинается дифференциация То есть значит ли это, что может быть родителям именно в этом возрасте Особенно тщательно стоит присматриваться к ребенку? Обязательно, но чаще всего это, конечно, наблюдается с более раннего возраста Например, тяжелая инфекция Прививка с гиперергической реакцией, с температурой Травма головы, испуг сильный стресс Разлука с матерью может спровоцировать начало Но не является фактором этиологическим Хорошо, нам удалось размечать миф про прививки По крайней мере, Елену вы хотели добавить Да, я бы хотела добавить Я совершенно согласна с коллегами То есть вот этот миф, он действительно был устойчивым Но мне хотелось бы обратиться к родителям прежде всего Потому что они, когда принимают решение о прививках Они все равно где-то внутри себя сомневаются в том Что все вот эти вот там доктора, они говорят все-таки правду А вдруг мой ребенок, он другой И у него от прививки будет аутизм На самом деле, некая доля правды в этом есть Только я бы хотела добавить к этим словам Еще и то, что мы не можем их уберечь от всех рисков А любое какое-то воздействие серьезное на организм Будь то температура, какая-то инфекция То есть то, что люди вообще на протяжении своей жизни Так или иначе с этим встречаются Не по вине родителей, не по вине окружающей агрессивной среды А просто потому, что это жизнь И аутизм в этот момент может стартовать В какой момент это случится? К трем ли годам? Раньше ли? Мы не знаем И чаще всего возраст старта это около полутора лет То есть до трех, до трех он стартует Но чаще всего это около полутора И если говорить про то, на что обращать внимание То у нас с вами, вот я не знаю, в моем детстве Я помню в детских поликлиниках Висели очень простые плакаты с флажками развития То есть ваш ребенок в три месяца должен учиться переворачиваться на бок А ваш ребенок в шесть месяцев должен вот то-то Это все никто не отменял Это действительно те вехи в развитии ребенка На которые мы должны обращать внимание И если эти вехи каким-то образом Мы видим, что ребенок с ними не совпадает Чуть-чуть отстает, еще не умеет Это не повод впадать в панику Это повод заполнить скрининговый тест Например, на сайте Ассоциации ранней помощи У нас есть такие тесты И можно посмотреть, есть ли повод для беспокойства И обратиться к врачу, и в службу ранней помощи одновременно Или, соответственно, выдохнуть, перекреститься И до следующей вехи До следующей вехи, до следующего этапа ждать Артур, вот поговорили про возраст Я видела статистику, что и про пол хотелось поговорить Что по статистике почему-то мальчиков больше И я видела такую гипотезу, которая это объясняет Что опять же, условно, молчаливая девочка Которая сидит в саду и тихонечко в углу играет в кукол Никого не смутит, ну вот она скромная А вот если мальчик себя в этом же возрасте ведет так же, что это странно Тогда его поведут и, скорее всего, диагностируют верно На самом деле, это очень интересный вопрос Действительно, статистика показывает нам, что из четверых Если вот четыре заболевших, не заболевших, а имеющих нарушение развития в спектре аутизма ребенка Из них одна будет девочка, да, и трое будет мальчиков Это действительно так Но на самом деле здесь совершенно другие, по-видимому, причины Вот те гипотезы, которые есть в мировой науке Да, эта гипотеза, она в большей степени склоняется В большей степени исследователи склоняются к тому Что у девочек все-таки более, они более выносливые по природе Девочки, у них более сильный иммунитет по природе И более сильная сопротивляемость всевозможным вредным факторам, да, окружающей среды в том числе У нас это две экс-хромосомы, а у вас, извините А у нас, извините, да Потому что довольно много завязано вокруг экс-хромосомы И если одна экс-хромосома несет мутацию, то вторая уравновесит у девочки Вытащит как бы на себе А у мальчика нет И довольно много синдромов аутистического спектра, связанных именно с экс-хромосомой И ФРАИКС, и... Дело в том, что мальчики вообще более болезненные Их рождается больше, и они чаще погибают в структуре младенческой смертности Девочки действительно более сильны от природы Они и лучше адаптируются в психологическом смысле То есть вы правильно заметили, что одно и то же заболевание у девочек, в общем-то, протекает легче Потому что у них адаптивные механизмы лучше развиты, они приспосабливаются Мальчики вот... То есть это... Я хочу какой-то вывод сделать То есть это не значит, что девочек с таким диагнозом меньше Просто они легче адаптируются Нет, их меньше Их действительно меньше Их действительно меньше Хорошо, это прояснили Тогда, я думаю, сейчас самое время посмотреть видеосюжет о том, с какими трудностями встречаются Родители, если у них ребенок с диагнозом аутизмом На мой взгляд, одна из самых больших трудностей Это адекватная оценка состояния собственного ребенка Часто получается так, что родители не принимают особенностей своего ребенка В связи с этим не ищут специализированные учреждения Не ищут специалистов, а начинают искать какие-то альтернативные пути решения тех или иных вопросов Это неадекватное поведение, нежелательное поведение Это отсутствие контакта как с самими родителями, так и с детьми После того, как родители, окунувшись в эту проблему, начинают уже искать какие-то госучреждения Сталкиваются с тем, что огромная очередь, чтобы попасть в эти госучреждения Чтобы получить адекватную помощь Когда приходит осознание состояния ребенка Родители часто ожидают волшебства от специалистов Не включаясь в эту проблему сами Перекладывая груз вот этих задач, проблем, перекладывая на специалистов Но волшебной таблетки не существует И волшебников, к сожалению, тоже Артур, ну вот Юля сейчас говорила о том, что некоторые родители Они уходят в такое отрицание проблемы Чем это чревато в будущем? И почему они это делают? Это тоже какой-то защитный механизм срабатывает у них? Это абсолютно, Варвара, действительно защитный механизм Надо понимать, что расстройство аутистического спектра Это очень серьезное нарушение И это очень большой стресс Это очень большая боль для всей семьи И естественно, что семья проходит определенные стадии Переживания вот этого вот стресса И до того момента, как семья начнет делать конструктивные Конструктивные, целенаправленные шаги, чтобы помочь собственному ребенку А для этого нужно принять этот диагноз Пройдет достаточно большое количество времени И это действительно большая проблема и большая сложность Потому что уходит то время, тот синдитивный период Вот мы сегодня говорили о чувствительных периодах Проходит тот чувствительный период, когда ребенку можно дать как можно больше Когда у него может быть как можно больше сформировано навыков Когда он может наиболее интенсивно развиваться Коррекция, скажем, будет наиболее эффективна Он может взять как можно больше Хочется не согласиться Пожалуйста У вас есть такая возможность Не хочется не согласиться Прекрасно, не соглашайтесь, Анна Давайте, вы не согласитесь первая Я просто хочу сказать, что сделается достаточно нормальное информирование Чтобы все семьи понимали, куда бечь Чтобы не было очередей, было достаточно легко получить помощь И, во-первых, стресс в семье сильно снизится Во-вторых, они не будут бегать по шаманам И в данном случае вопрос к родителям у меня нет Они живут как могут, выживают в нашем достаточно малоинформированном обществе Еще в Москве, туда-сюда, в регионах вообще тьма просто И хотя, конечно, куда-то мы улучшились Это первое Второе, все-таки хочется сказать, что поддержка должна быть не только информационная Должна быть социальная поддержка Выраженно не хватает социальной поддержки Я вижу это очень сильно В чем она могла бы выражаться? Ну вот, например, там, не знаю, вот у нас сейчас, да, мама У нее двое детей с аутистическим спектром Она с ними одна Я не знаю вообще, как она живет Я когда на нее смотрю, я думаю, что вообще я бы умерла, наверное, на ее месте Да, один не спит Другой все время кричит За обеими надо бегать Одеваются оба с трудом Куда бы то ни было выйти с ними Один бежит в одну сторону, другой в другую Денег на то, чтобы нанять, у меня не нету Я спрашиваю в Москве, я спрашиваю Я говорю, послушайте, ну ведь старикам-то у нас приходит социальный работник А почему в эту семью не придет социальный работник И не принесет продукты? Как она с этими двумя? Пускай закажет по интернету Значит, я говорю, хорошо А приходит социальный работник, убирается Почему эта мама не уберется? Да простите, ей не до этого Значит, приходит сиделка Да, у нас сейчас система долговременного ухода Для стариков мы делаем А эти семьи как живут? Вообще непонятно Елена, вы хотели не согласиться Да, я, собственно, слово в слово могу повторить то, что она, Львовна, говорит Наша организация работает как раз с родителями на самых разных этапах Когда они только получают диагноз Когда они уже некоторое время с этим диагнозом живут И пытаются разобраться, что же им делать на переходе на следующий этап Или оказываются в тупике И, собственно говоря, из нашего собственного родительского опыта Потому что 90% сотрудников наших и волонтеров Это родители особых детей Люди, которые в этой теме, так сказать, по самые уши Даже и не хотелось бы так плотно в ней находиться Но приходится Поэтому, исходя из опыта поддержки психологических организаций Психологических групп и индивидуальных занятий с родителями Исходя из опыта нашей консультативной работы Информационной работы Тех запросов, которые мы получаем Я могу сказать, что в отрицание уходят родители Не потому, что они не хотят помогать ребенку И отказываются в это включаться Они туда уходят, например Потому что, вообще говоря, у нас система государственная Она вся очень патерналистская То есть между вы тревожная мамаша И где вы были раньше Может пройти, собственно, два дня Запросто Поэтому здесь мы, встречая такое отношение Со стороны специалистов и врачей Тоже как бы не очень рвемся включаться в процесс Как-то нам такое говорят Сложно как-то конструктивный диалог наладить С человеком, который тебе сказал, что ты где-то все это время ходил Хочется больше эмпатии Мягко говоря, да Хорошо, я хочу добавить Что родительские организации Это, мне кажется, та сила, которая двигает вообще процесс у нас в стране Мы очень во многом на них опираемся Они действительно и нам помогают И родителям помогают Потому что я очень часто направляюсь за консультациями И они провоцируют все изменения Всю эволюцию у нас в стране Анна, ну вот важный вопрос Мы сегодня говорим о большой проблеме А при этом давайте, может быть, вы сейчас попробуйте мне описать Как воспринимает и видит мир человек с расстройством аутистического спектра Что для него иначе в этом мире? Что сложного? Ну, во-первых, он не очень понимает, что происходит вокруг Он воспринимает окружающее очень дискретно Вот мы с вами разговариваем Мы же не думаем, откуда там звук вылетает И кто со мной говорит Для человека с аутизмом Звук, лицо, взгляд Это все разные предметы Разные звуки Когда много звуков вокруг, например, в торговом центре Он впадает в панику, потому что он не понимает, что происходит У него возрастает тревога очень сильно Поэтому обучить правильно воспринимать окружающее Взаимодействовать с окружающим Научить смотреть в глаза Отвечать, там Моторно как-то реагировать Это все очень кропотливый, кропотливый труд И основная помощь, конечно, детям Ну и взрослым с аутизмом Лежит не в плоскости Медикаментозная Она лежит в плоскости образования Психологической помощи И социальной адаптации Основная наша задача Сделать людей с аутизмом Полноценными членами общества Пускай у них свои особенности Но они имеют право на учебу Работу, семью Это должно быть Хорошо, давайте как раз поговорим далее Готово ли общество принимать людей С расстройством аутистического спектра И напомню, если вы смотрите нас на YouTube Ставьте лайк под этим видео Давайте посмотрим еще один видеоматериал И обратимся к западному опыту Если говорить о различиях России и Германии То прежде всего надо упомянуть Что государственная поддержка детям С особыми образовательными потребностями Она здесь намного выше В целом общество относится к особым людьми Конечно, очень лояльно И реабилитация Здесь все поставлено на реабилитацию Конечно, многое зависит от семьи Потому что семья, если она активна То она, ну и как семейный терапевт, то, конечно, резервы семьи особенно хорошо видны Семья может получить огромную поддержку И поддержка родителей Психологическая, социальная реабилитация Хорошо развита А после 18 и трудовая И в том числе Ребята такие получают деньги За свою работу И у компании, как правило, есть специальная квота На трудоустройство таких ребят Есть специальные мастерские Огромная сеть Lebenshilfe Это сеть мастерских Где используется труд особых людей Поддерживающие проживание Тренировочные квартиры Что говорит о медицине То, конечно, общий уровень медицины здесь в Германии выше Однако, я бы сказал, что не хватает врачей Новаторов Ну, например, неврологи Не знают, что такое сенсорная реабилитация А аутизм по-прежнему находится в епархии психиатрии А не неврологии Мы послушали, как это все выглядит в Германии Анна, а если вернуться в Россию У нас человек с расстройством аутистического спектра Может ли полностью социализироваться Найти работу, быть востребованным То, что мы сегодня говорили в основном про детей Но дети имеют тенденцию вырастать и превращаться во взрослых Ну, вы знаете, мы же работаем очень давно В центре лечебной педагогики уже 30 лет И среди наших выпускников есть люди, которые полностью адаптировались Они остаются людьми с расстройством аутистического спектра Я могу даже пример интересный привести Но у нас был воспитанник И в свое время мы с мамой Для того, чтобы он мог попасть в школу Потому что тогда аутизм был необучаем Мы просто спрятали его документы И в поликлинике не было известно, что у человека аутизм И он пошел в обычную школу Он учился в обычной школе с довольно большой поддержкой мамы С очень хорошим учителем И потом колледж А дальше армия И ему пришла повестка И мы вот так вот с мамой А мы же как бы скрыли все данные Мы понимаем, что сейчас его Ну вот он вошел на призывную комиссию И вот от двери ему психиатр сказал Ну... Зачем тебе в армию? Никакой армии не будет То есть он все равно человек с аутистическим спектром Но он работает Он сам ездит Он сам живет Он остался сейчас один Мы оказываем небольшую поддержку Но очень важный, мне кажется, момент в этом Что есть кто-то, кто оказывает эту поддержку Вот то, что есть в Германии Роман не рассказал Это то, что этот человек, он сопровождается Вот ему, нашему молодому человеку Ему нужна совсем небольшая поддержка Раз в неделю с кем-то созвониться И обсудить свои дела Протекла ли стиральная машина Не знаю, что с этим делать Надо ли там, не знаю, новые занавески Вот на работе сказали вот тут и тут Он не до конца понял Но в принципе он совершенно функциональный То есть просто какая-то легкая психологическая поддержка И разъяснение бытовых ситуаций Которые ему могут казаться непонятными Пока у нас не появится вот этого сопровождения человека взрослого У нас вообще никакой впереди перспективы Анна, я поняла У нас, к сожалению, мало времени Хочется успеть еще задать пару вопросов Артур, на ваш взгляд, насколько общество у нас толерантно? Вот насколько сегодня один взрослый человек Увидев другого взрослого человека С расстройством аутистического спектра Готов его принять, общаться, дружить? На самом деле, я не могу сказать Что у нас общество в этом отношении сильно толерантно И в первую очередь оно не толерантно, по-видимому Потому что очень слабо информировано о том, что такое аутизм Существует масса мифов Вот мы, если мы говорим о мифах Существует масса мифов, которые, в общем-то, пугают людей Когда они слышат слово аутизм Хотя на самом деле этого нет Ну, один из мифов, да, это то, что аутизм, например, может быть заразен Кто-то вообще ничего не знает про аутизм И понятно, что когда он видит человека с аутизмом С определенными особенностями на улице Ну, вот возникла какая-то сложная ситуация на улице Он просто не знает, что делать Ему кажется, не сведущему человеку Который не знает, что это аутизм Не знает о том, что такое аутизм Ему кажется, что это, например, человек Который невоспитанный, который некультурный Который не знает, как правильно себя вести А дело, на самом деле, совершенно не в этом Дело в том, что это специфические расстройства Аутистического спектра И, но человек со стороны, глядя Если он не знает о том, что такое аутизм у него есть ощущение, что он осуждает этого человека. То время, как здесь должно быть информирование, следовательно, здесь должно быть понимание того, что здесь должна быть помощь. И на самом деле очень большой период времени за 15 лет очень сильно изменилась ситуация с аутизмом. Если 15 лет назад, в 2005 году, слово аутизм знали вообще очень мало людей, то сейчас очень много знает людей это слово. За 15 лет произошло очень многое. Но что идет за аутизмом? Что означает это слово? Важно, чтобы они получали правильную информацию. Елена, очень короткое напутствие или, может быть, какой-то совет родителям, которые с этим сталкиваются. Вот прямо очень коротко. Я бы процитировала дословно библейскую цитату про «стучите и вам откроют». Не помню ее до конца, но смысл ее, собственно, в том, что если вас что-то тревожит, если что-то идет не так, помните, что все права на стороне вас и вашего ребенка. Вы должны получить помощь и поддержку. Какую именно? Вы всегда можете обратиться в нашу организацию, в другие родительские организации. Мы оказываем полный цикл помощи и поддержки. Не только информационные, а это и психологическая поддержка, и юридическая. И очень часто двери открываются только потому, что мы знаем, как правильно в них постучать и учим этому других. Спасибо большое. Мне кажется, у нас сегодня была очень важная дискуссия. Я надеюсь, что нам удалось затронуть как можно больше важных вопросов внутри этой темы. Мне хочется пожелать, наверное, от себя просто читайте и узнавайте как можно больше о каких-то вещах, которые, может быть, вас пугают, и тогда они станут не такими страшными. И если вы хотите вместе с нами обсуждать какие-то важные темы, то подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Одноклассниках и в Инстаграме. А мы увидимся в эфире общественного телевидения России совсем скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!